Девчонки, всем огромный привет! Сегодня я снимаю видео для Омай Мастер и поговорим мы с вами о бровях. Наверное, начну я с того, что каждая из нас рано или поздно начинает выщипывать брови. Это, наверное, первое, что мы начинаем делать со своим лицом в подростковом возрасте, что-то менять. И не всегда удачно у нас все получается. Я точно так же в какой-то момент выщипала большую половину своих бровей и, к сожалению, они больше не выросли. Это, наверное, самая большая проблема, потому что не всегда брови потом начинают расти. У меня были густые брови, у меня были широкие брови. И я в школьные годы даже ходила с челкой, прятала их до того момента, пока мне мама не разрешила их выщипать. В общем-то, началось сначала с маленького подщипывания, потом пошло-поехало. Бывало, что выщипывала в тоненькую ниточку, в общем, чего только не было. Сейчас, конечно же, мне хочется, чтобы мои брови были максимально широкими и густыми. Но, увы и ах, приходится подкрашивать, приходится потрясовывать, потому что они, к сожалению, расти не хотят. Самый распространенный способ окрашивания бровей, это, конечно же, прокрашивание карандашом, либо тенями и пудрами. Я использую карандаши, приближенные к моему цветотипу, это серо-коричневая гамма. Они плюс-минус похожи, только бывают немножечко темнее и светлее. То же самое относится к теням, тоже такая же серо-коричневая гамма, без рыжего подтона абсолютно. И я могу сказать, что не придерживаясь я какой-то одной определенной техники, под настроение я окрашиваю брови, когда я делаю это карандашом, когда мне хочется. Если хочется, делаю тенями и комбинирую, в общем, абсолютно разными способами. Также я периодически прокрашиваю свои брови краской и я рекомендую вам, если вы делаете это впервые, не делайте этого самостоятельно, пойдите лучше к специалисту и желательно к специалисту по бровям. Сейчас очень много хороших визажистов, которые правильно оформляют брови, они вам их правильно выщипают, правильно прокрасят. И эта краска, она прорисует вам не только ваши бровки, но и кожу, и вы сможете закрепить это в своем подсознании и в течение нескольких дней, пока будет смываться краска с кожи, пробовать подрисовывать свои брови и, собственно, вы привыкнете к правильной форме. Если же у вас в городе нет такого специалиста, то существуют очень классные шаблоны, которые лично мне хорошо помогают справиться с проблемой формы бровей и я за 5 минут делаю себе отличные брови. В общем-то, это такие шаблоны, которые я как раз сегодня и буду использовать в оформлении бровей. Также хочу сказать, что существует очень много разных гелей для бровей. Это как прозрачный, так и с цветом. Гели с цветом меня не раз выручали и я могу сказать, что если нет времени что-то там прорисовывать и оформлять, то чуть более темный тон геля берете, прорисовываете, просто прокрашиваете волоски и брови хотя бы приобретают какой-то оттенок более насыщенный. Прозрачные же гели очень классно закрепляют брови и у меня, например, брови не очень послушные. Чтобы как-то зафиксировать правильно их направление, я все-таки пользуюсь прозрачным гелем. Кстати, слышала очень неплохую рекомендацию, по-моему, даже от Ниночкини, Нилы Бронштейн, о том, что можно не покупать гель для бровей, а можно просто использовать обычный гель для волос прозрачный, он точно так же на ура фиксирует ваши волоски. Так что вот такая неплохая рекомендация от визажиста. Давайте сейчас я покажу вам свои брови поближе и покажу, как же я оформляю их с помощью такого трафарета. Покажу вам свои брови поближе. Можете видеть, что они далеко не идеальны и существует асимметрия, и существует... Наверное, чуть ли не у каждой девушки, наверное, присутствует такой фактор, что одна бровь вам нравится больше, вторая меньше. Конечно же, у меня правая бровь более правильная, более идеальная, левая бровь, она чуть ниже и имеет некоторые проплешины, которые приходится зарисовывать чуть больше, чем на правой. Но, тем не менее, все равно все возможно исправить и подкорректировать. Как хорошо оформить брови, если особенно вы не умеете этого делать, то нам на помощь придут вот такие вот шаблоны. Просто потрясающая вещь, и считаю, что это просто гениальное такое изобретение. Здесь у нас сразу обозначены все линии, по которым нужно прорисовывать брови. То есть вот эта линия начала, серединка и окончание. Таких шаблонов много разных, и можно просто подобрать именно свой вариант. Вот я сегодня вам покажу, как с помощью такого шаблона можно прорисовать свои бровки. Здесь единственное, что довольно далеко заканчивается вот эта вот часть, поэтому я буду уже корректировать по своей брови. И буду использовать скошенную кисточку такую, и возьму пудру. Более темную пудру на серединку сюда, и более светлую буду прорисовывать уже вот эту вот часть, чтобы не было такой у нас прям совсем темной бровки. Достаточно просто обозначить форму, а потом уже ее дорисовывать без шаблона. И дальше я уже просто оформляю по этим линиям. Свою бровь обязательно вычесываю. Здесь у меня отсутствуют волоски. Они немного прокрашены краской, но тем не менее их очень мало, поэтому я более светлым оттенком все-таки тут еще дорисовываю. И такая бровка у нас получилась. Учитывая, что брови немного разные, шаблон поможет их немного скорректировать и сделать плюс-минус одинаковыми. Также прикладываю шаблон и прорисовываю. У левой брови я поднимаю чуть больше левую часть, но и также внизу прорисовываю прям по коже, там где нет волосков. И более светлым оттенком делаю вот этот уголочек. И все это я закрепляю гелем. Вот такие бровки у меня получились. В принципе, мне нравится результат. И еще несколько советов я вам оставлю в своей статье на сайте ОМАЙМАСТЕР. Обязательно заглядывайте. Спасибо вам большое за внимание. Красивых вам бровок. И всем пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok